...экологическая обстановка, и как никогда людям именно сейчас нужно задуматься и пересмотреть свое отношение к природе, к окружающему миру, к животному миру. И поэтому мы стараемся каждый год найти такой фильм, который будет в некотором плане действительно посланием к человеку, посланием к молодежи о том, что задумайтесь. В этом году мы посмотрели фильмы, которые были представлены на фестивале, и выбрали один фильм, режиссером которого является Патрик Бриснан, фильм «Зайчья, кроличья охота». Насколько мне известно, что сам Патрик отсутствует, и поэтому я готов вручить букет цветов представителю Генерального консульства Америки Дмитра Папоса. Она должна присутствовать, насколько я знаю, здесь. И еще одна маленькая ремарка. Сам приз я, к сожалению, с собой не смог его принести, потому что по традиции мы сажаем на территории кинотеатра «Великан» настоящее живое дерево, которое будет символизировать действительно победу участника, и будет поставлена золотая красивая табличка о том, что Патрик Бриснан получил такую номинацию. Спасибо. Большое спасибо за приглашение. Генерального консульства США рада поддержать этот заменительный фестивал. Для нас большая честь принять награду от имени американского регистратора Патрика Бриснана за коротометражный фильм «The Rabbit Hunt». Охота на проливку. Примера этого фильма состоялась на фестивалу «Sunlands» и «The Rabbit Hunt» получил множество наград, как ключи коротометражный документальный фильм. Еще раз хочу поблагодарить вас за награду и за возможность показать этот фильм на русском фестивале. Хорошо, Русские! И сейчас, после пресс-конференции, мы пойдем как раз сажать это дерево. Все, кто хочет, могут поселиться. Спасибо. И, Эрик, пожалуйста, присоединяйтесь в планты на дерево. Вы знаете, была интрига, поскольку американский фильм спрашивали, какое же дерево нужно высадить. Первое предложение, конечно, было маленький, скромный, невысокий баобаб. Но потом поняли, к чему это приведет через 300 лет, поэтому баобаба не будет. Коллеги, еще ваши вопросы. Да, и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам после пресс-конференции. У нас там уже небольшая рощица образуется сбоку от великана. Мы высаживаем деревья. Да, это так. Прошу. Елена Суворова, МК «Бульвар». У меня вопрос один к Эрику и один к Алексею Медведеву. К Эрику, любите ли вы документальное кино? Удалось ли, нашли время посмотреть здесь на фестивале что-нибудь? И к Алексею Медведеву, нам очень понравились документальные фильмы. А где зритель может увидеть, вот помимо фестиваля, эти фильмы? Что делается в этом направлении для популяризации документального кино? Я так понимаю, рынка проката нет документального кино. А где? Тогда посмотреть можно. Да, но до 1 ноября в нашей стране легально качать торрент. Я люблю документальные фильмы, они мои любимые фильмы. И я не видел один здесь, потому что они проводили мне много работать. Работать с прессой. Поэтому я не могу себе время. Но я не могу ждать. Я очень люблю документальное кино. И вообще, это мой любимый жанр. К сожалению, на фестивале мне ни одного посмотреть не удалось, потому что я так много работал. Но я с нетерпением жду возможности это сделать. И, к сожалению, документальные фильмы, я очень рада для документального кино. Я сделал, который, я верю, это лучший документальный фильм, который я ever made. И это называется Star 80. Star 80. Это был старый фильм, но это хороший фильм. Что касается документального жанра, я, в частности, очень горжусь драмой, которую я сняла в такой вдохновленной документальными событиями. Она называется Звезда плейбоя или Звезда 80 в разных переводах. Я ее очень горжусь, считаю, что это вообще лучший образчик жанра. Это был последний фильм Боба Фоссе. Давайте задавайте вопросы. Где мы можем посмотреть? А, да, где можно посмотреть? Слушайте, ну вот, да, к сожалению, всегда с грустью все организаторы фестиваля говорят, что это уже, ну, как бы не наша зона ответственности. Мы стараемся вызвать интерес к документальному кино. Если он возникает, то это значит, что будут возникать и какие-то, так сказать, ответные способы это кино продемонстрировать. Будут больше показывать там в клубах, например, или какой-то некоммерческий прокат. Для того, чтобы артхаусный прокат развился в России по-настоящему, необходим целый ряд законодательных, организационных мер, начиная с Госдумы и заканчивая там городскими, областными системами кинопроката. Необходимы льготы, необходимы законы о антимонопольные законы о многозальных кинотеатрах, что нельзя демонстрировать один и тот же блокбастер более чем в трех залах, например. Это законы, которые есть во всем мире, по всей Европе. Необходимы именно не запретительные, а регулирующие законы, которые поставят различных участников в равные условия. И маленькие артхаусные кинотеатры смогут конкурировать с большими многозальниками. Сейчас, если вы откроете маленький многозальный кинотеатр, вы за аренду будете платить столько, что вы два дня поработаете, а потом откроете там ювелирный магазин или там автосалон, или уж не знаю, чем сейчас выгоднее всего торговать. Аренда такова, и как бы в крупных городах, где основная аудитория артхаусного кино, но что это просто становится нерентабельно. Вот появилась идея создания творческих кластеров. Вы знаете, что там потихоньку появляются какие-то маленькие экранчики, маленькие кинотеатры, такие почти домашние, как ваше питерское кино беспопорно. Там это все реально. К сожалению, даже единственный телеканал, который занимался прокатом документального кино, сейчас закрылся. Так что будем работать в ожидании лучших времен. Кстати, добавлю только же самый маленький, точно в Петербурге, видимо, в России, может быть, один из самых маленьких в мире кинотеатров. Он был на 14 мест, сейчас он уже на 20. Находится в Петербурге, в Ковенском переулке 14, во втором тайном дворе. У них хорошие действительно программы. А второе замечание касается Алексея Медведева, когда на одном из предыдущих кинофестивалей ему запретили, по независимому от организаторов, фестиваля основанием, запретили премьеру показа документального «Пусси против Путина», хотя это был абсолютно нейтральный фильм. Алексей Медведев провел премьеру этого фильма в пабе «Оливер» на улице Белинского. Так что иногда в пабы полезно заходить во время фестиваля. А можно добавить совсем чуть-чуть? Вопрос? Я вчера сделала попытку организовать прокат фильму «В Питере петь». Я познакомила режиссера с директором «Люксорок дистрибьюшн» и надеюсь, эта попытка увенчается успехом. Вчера прошли переговоры. Так что надеемся увидеть в Москве этот фильм. Вообще-то до этого было не «В Питере петь», а «В Питере петь», насколько я помню. Но, видите, все... Вопросы попрошу. Тимур Алиев, журнал «Симон Флуд». Действительно, в последние 2-3 года фестиваль растет. Большое спасибо вам за многообразие программ игровых и документальных фильмов. Но не секрет, что посещаемость, как правильно заметил Андрей Плахов, зависит во многом. Зависит от веральности, если хотите, цитируемости, послания в средствах массовой информации. Если в 2015 году огромным веральным событием был спецпоказ фильма «Гаспара Ноэ», «Любовь», в связи с которым были очевидны всем скандалы, если в прошлом году огромной цитируемостью был фильм Виталия Манского «В лучах солнца», который был презентован в национальном конкурсе, не кажется ли вам, что в этом году огромным посланием к человеку был бы показ фильма «Скольда Курова. Процесс», который был презентован в этом году в Берлине о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым? Спасибо. Есть еще один кандидат в отборочный комитет. Вы знаете, я из своих политических взглядов тайны не делаю, Олег мой друг, я на всех фестивалях говорю о том, что он должен быть освобожден, и даже если там было что-то, то это было в тех условиях, о которых вы все знаете, и милосердие, и даже просто здравый смысл велит, конечно, передать его украинской стороне. Вот. Но что касается конкретно этого фильма, ну, я даже не знаю, мы, я не нашел для него места, вот, мы не нашли для него места в конкурс, в конкурс он у нас не вписывался, вот, это не конкурсный фильм. Вообще картина, ну, мне кажется, спорный, при том, что к Аскольду я очень хорошо отношусь, мы показывали его фильмы, Ленин Ленд показывали, много его картин, и в конкурсе у нас участвовал. Вот. В общем, не нашли места в фестивальной программе. Возможно, вы правы, его стоило показать вне конкурса, но я все-таки занимаюсь конкурсными программами, и вот для нас этот фильм не вошел. У меня к Сергею Главицкому вопрос. Вы появились очень неожиданно. Мы так любим интриги в кино и вне кино. Вечером там мы будем чествовать Бориса Добродева. Объясните, пожалуйста, как вы здесь появились, почему вы, что вас связывает в конкурс? Ну, вы знаете, для меня это тоже почти интрига. Я приехал по приглашению Михаила Сергеевича Литвякова. Вот на фестивале был показ фильмов Бориса Тихоновича Добродева. На прошлом тоже был. Вот. Это патриарх отечественного кинематографа. Вот в апреле ему исполнилось 90 лет. Он работал успешно на студии документального кино на Ленинградской, на Питерской. Работал с такими вот людьми, как Семен Аронович, Михаил Литвяков, Александр Сокуров. В общем, такие великие имена. Там дальше Чингиз Айтматов, Кончаловский. В общем, вот такой наш патриарх. Вот. И я так, так сказать, полагаю, что вот дань уважения этой персоне дает фестиваль, и поэтому показывают его работы. Вот. отечествуют. И, ну, еще по такой, знаете, по такой доброй иронии судьбы случилось так, что я как раз сейчас, я с Борисом Тихоновичем сделал... Просите, Борисом Тихоновичем сейчас живет в Канаде, да, я ничего не путаю? Нет, он живет, он жил в Америке, сейчас он живет, уже много лет, 15, он живет в Москве. Он сам не мог приехать, потому что, ну, вот ему тяжело по состоянию здоровья.